Приветствую гостей и подписчиков канала BODR23. Сегодня у нас очень интересное видео. Решил я запечатлеть этот момент, потому что принесли ноут после заливки чаем. Но спустя определенное время, когда процесс деградирования пошел пожестче, вот с нами Валентин тоже мучает, ломает охлаждение. Короче, залили чаем и, как вы видите, тут пошел реакшн. Не знаю, медь, что тут вступала в контакт, в химическую связь. Все в окесях зеленых. Да, жесткий диск мы уже там перебрали более-менее. Но самый хардкор, конечно, это в залипании на процессоре термопасты, потому что тут охлаждение более-менее. Играли люди в танки, но на ноут в танки играть это опасное дело. И прошел чай сюда прямо, на контактную площадку подключения самого монитора, точнее говоря нашей матрицы дисплея. Вот видите, зеленые накиси, которые надо убирать. Вот тут здесь был чай, ребята, так что не пейте чай за ноутом, иначе будет вот такая вот зеленоглазая такси. То же самое и в разъеме, но разъемчик я уже подчистил, надо будет пройтись еще разок. Так что вот так вот. Последствия были после чая такие, что полоса на матрице была видна, ну и после пяти минут работы просто зависает ноутбук и становится неконтролированный в работе. Поэтому сейчас мы оперативно сделаем восстановительные процедуры, все почистим. Вот даже вставляешь флешку, был глюк с этой стороны, с левой. Вот я снял. Ставил флешку и ноут тупо повис. Тоже тут где-то есть окиси, вот. Короче, весело. Так что, next slide после восстановления. Так, а вот и next slide, ребята. Только это у нас другой ноутбук. Предыдущий, к сожалению, у нас восстановить не удалось после сборки. Мы его почистили, естественно, но он так и не запустился. Прогревать, конечно, чипсеты не захотелось. Да и, в принципе, мне в этом было повреждение, скорее всего. Поэтому ноутбук для моего уровня ремонта пригодности уже не посилен. Ну а вот это следующий ноутбук, ребятушки. Просто простейший Asus. Уже на AMD технологиях двухъядерный процессор по 1.9, 2 гектара оперативной памяти. Короче, история такой недобросовестный продавец продал его после прогрева. И люди взяли его примерно за 100 долларов, где-то 120. Думали, будет все работать. Три дня он поработал и ушел в небытие. Продавец отморозился, естественно, принесли ко мне уже на ремонт, на прогрев. Я с помощью своей термовоздушной паяльной станции прогрел чипсеты, естественно, и ноутбук заработал. Но что могу сказать, ребята. Есть дармовой труд, когда влаживаешь, так сказать, в агрегат труд, а в итоге восстановить ничего не удается. Ну и, конечно, стыдно брать за такую работу с людей деньги, отдаешь ноутбук просто так. А с другой стороны, есть люди, которые по жесткому обманывают, недобросовестно поступают, кидают, грубо говоря, людей на приличные деньги. Ну, грубо говоря, приличные, грубо говоря, очень приличные, потому что в наше время 100 долларов это все-таки денежка. Что могу сказать? Вот так вот восстанавливаем, вот так вот справедливость восстанавливается. Один сделали ноутбук, один не сделали. Но смотрите, будьте бзительны, проверяйте стресс-тестами, потому что это, конечно, МДшник. Тут он в простое, как бы браузером прошуршал немного, дал ему нагрузки. 55 градусов он почему-то греется. Но до прогрева он даже не включался и кулер вообще не работал. Охлаждение сейчас, в принципе, работает. Поэтому такие пирожки, ребята, будьте бзительны, доверяйте только проверенным людям. Ну и самое главное, не ведитесь на лохотрон. Вы вкладывайте труд, но с умом и пользой, чтобы было дело сделано. Как говорится, и волки сыты, и волцы целы. Вот такие вот пирожки. Ну, что ж, кому понравилось данное видео, ставьте свой лайк. Кому не понравилось данное видео, ставьте свой дизлайк. Подписывайтесь на наш канал, чудесно. А также не забивайте бить колокольчик. Все, ребята, всем спасибо и до новых видео. Всем пока!